Приветствую уважаемых участников конференции. Меня зовут Артём Светлок. Я участник проекта OpenStakeMap в базе ControlEway. Я сотрудник на обслуживании тех, которые реагируют карты общественного транспорта. Он, наконец, готов. Когда мы говорим о картах в интернете, мы обычно представляем себе навигацию для автоюбителей или же карты для велотуристов. А в то же время сейчас в интернете и в продаже существует дефицит карт городского транспорта. Например, в магазинах бумажных карт не хватает, потому что они обновляются довольно редко. А насколько я знаю, по Новой Москве, по-моему, до сих пор нет бумажной карты городского транспорта, хотя расширение было уже полтора года назад. В то же время, например, в Москве примерно каждую неделю происходят какие-то изменения в маршрутах. Меняются остановки, удлиняются или переносятся маршруты. А в интернете есть карты подобные, точно вы видите на экране. Они, как правило, нарисованы вручную в графических редакторах и, естественно, без географической привязки. Рисуются они любителями и они разрознены. То есть сейчас в интернете нет единого сервиса, где вы могли бы найти карты на любой город. Есть какие-то отдельные проекты специфические. Есть некоторые ресурсы, где можно смотреть карту какого-то одного конкретного маршрута. Я имею в виду Вики Роутес и Роутинг Яндекса. Но вот такой простой карты, чтобы окинуть вверх на весь город, их мало. Это объясняется тем, что нет недостаточных программ, которые это нет. Я доделал, можно сказать, скрипт, который позволит вам сделать вот такую карту. Пользоваться им очень просто. Он представляет себе скрипт на питоне, который работает с базой данных под GIS. На вход он принимает отфильтрованный файл данных в формате OSM и параметр для доступа в базе данных. На выходе он, точнее, после работы этот скрипт создает в базе данных две дополнительных таблицы, которых вы, эти таблицы вы можете открыть в любой программе категорического рендеринга и получить на экране карту. Практически любой желающий может это повторить у себя на компьютере. Для этого вам потребуется код GIS. Если у вас его нет, то вы можете запустить это даже на Windows. Вам достаточно поставить виртуальную машину, VirtualBox. Ее поставить в специальную порту Linux, которая называется OSGeoLife. Там предустановлено огромное количество разработчиков программ, связанных с геоинформатикой. Там есть и пулгис, и установленный пулгис, и мапник, и лмил, и все подряд. Вы заходите, вводите эти команды, которые видите на экране, то есть скачиваете скрипт с гитхаба, создаете новую базу данных и запускаете скрипт, в котором есть пример. После чего открываете программу QGIS, подключаетесь к созданной базе данных, вы видите, там появится дверь на санарте таблицы, вы вводите их на экран, там же к скрипту приложены, конечно, примеры, два файла стилей для QGIS. И вот вы увидите вот такую картинку. Это город Коломна из данных OSM. Вот так выглядит исходный файл данных OSM в JOSM. То есть он отфильтрован. Отфильтровать можно там, получить файл можно, отфильтровав либо там, в Московской области, либо запросив его через overpass API к скрипту приложены более подробные инструкции, куда и чего вводить. Вот скрипт работает там. Значит, там вначале спускается известный программ OSM 2.jsql, которая просто импортирует вот этот файл в OSM базу. И затем запускается сам этот скрипт, который делает саму обработку. Обработка заключается следующим. Она довольно простая. Просматривается каждая линия в этом файле. По каждой линии проходит один или несколько маршрутов. Далее известно, что в OSM каждая линия имеет какое-либо направление. То есть они все направлены. Маршруты в базе данных OSM хранятся упорядоченно. То есть можно составить последовательность, как этот маршрут проходит по линии. То есть в каком направлении он идет. А затем делается очень простая обработка. Берется кусочек линии в середине и проверяется, какой у нее азимут. Если линия направлена, например, слева направо, то и маршрут идет вперед, то рисует стрелочек направо. А если у линии азимут направлен справа налево, тогда стрелочки все переворачиваются. Вот такой очень простой алгоритм, но он оказался достаточным для большинства городов, где хорошо нарисованы маршруты. Вот я этим скриптом рендерил карты трамваев и трамвайлеров в городе Москвы. Получается довольно хороший результат. Есть на экране более продвинутая версия скрипта. Она сделана таким образом. Я написал более длинный скрипт. Сначала рендерится подложка в программе TileMeal. Там можно скачать набор стилей, которые рендерят вот такую красивую карту. Затем рендерятся тоже в TileMeal вот эти красные линии с подписями. Это рендерится в опроходы, чтобы подписи вот этого слоя не мешались с подписями, как карта с новой и накладываются в программе имиджной же автоматически. Какие скриптарные речения? Во-первых, он работает только на определенном уровне масштаба, то есть карты маленького масштаба там получить пока нельзя, потому что подписи ставятся на каждую линию в ОСМИ. Если какие-то улицы порезаны очень часто, то ни одна подпись не нарисуется. Для этого можно улучшить скрипт, если добавить в него автоматическую скрипт линии между перекрестками. Также может быть такой глюк, что если есть линия S-образной формы сложной, то там сделка может нарисоваться не в ту сторону, но я пока таких кривых городов еще не рендерил. И при таком рендеринге видны ошибки в данных ОСМИ, которые раньше не были видны. Например, чаще всего одна и та же конечная у разных маршрутов называется по-разному. И никто не может решить, какая из них правильная. А конечная, точка конечной получается таким образом, берется к первой точке, первой линии маршрута. То есть то место, откуда маршрут начинает движение. Очень часто на конечных для разных маршрутов точки не совпадают, и их приходится ОСМИ исправлять. Также я еще не пробовал нарисовать остановки. Ну вот, собственно, еще этот скрипт находится по этому адресу на нет-карте. Код открыт, поэтому вы можете его копировать, запускать в себя и рисовать карты. Надеюсь, что они будут вам полезны. У меня все. Первый резонный вопрос можно. Этим скриптом можно, допустим, ежедневно рендерить крупные города России или всю Россию? Да, можно. Да, я сейчас делаю такой скрипт, я его еще не успел выложить, потому что там надо... Потому что он ликит мой копирайт. В принципе, там достаточно нажать кнопку ентер, и он нарисует карту Москвы. В принципе, это можно разворачивать на сервере, когда мне будет на это время. ТМС можно занять? ТМС, да, можно. Он из этого скрипта входит две таблицы, вот Giz, и это можно рендерить, например, мапником. ТМС, он, у него внутри мапник. Маршруты берет только из ОСМ, или как? Только из ОСМ. Да. Это не единственный же источник, даже, мне кажется, это один из самых маленьких по размеру источников. А какие другие открытые источники? Ну, если возьмем какой-нибудь город, у него есть информация, может быть, потому что информация. Какой? Как он называется? ГФТС. А, ГТФС. Я, честно говоря, не видел ГТФС из геометрии. Ну, вот, например, вот, сейчас мне заговорили, я возникну, например, нарисовать все самолеты, которые летают, там, с такого-то аэропорта. Такую информацию совсем не обязательно держать в ОСМ. Ага, ну да, я просто знаю, что, например, в Питере есть ГТФС, они выкладывают, но я посмотрел, по-моему, там просто нет геометрии. Ну, мне кажется, что имеет смысл поддерживать и другую ОСМ. Ну, это, блин, да, это технически можно. Вопрос в оформлении. Остановки BOOT. А в остановке BOOT у меня просто еще, честно говоря, не было времени. С остановками там тоже можно решать много задач, например, автоматически тягивать остановки к линии, делать генерализованную установку, чтобы для двух установок была одна общая точка, как принято на обычных картах. В Петербурге уйма случаев, когда остановки, разница 10 метров, но у троллейбуса это называется больница, у автобуса это называется улица Будапештская, Дум-25. Остановка вот одна, по сути, но на табличках разные названия и звучит объявление в троллейбусе, в автобусе разное. Так что тут так делать аккуратно. Да, оказалось, что по Москве остановок просто не хватает в базе. Кроме того, по Москве не хватает маршрутов. Я, например... В маршрутах все понятно, их очень тяжело вносить, в принципе, никто их не будет делать. Да, поэтому я решил просто сначала нарисовать карту маршрутов, а потом уже заняться остановками. А, кстати, а чем это отличается с существующими рендерами маршрутов? У нас же есть же там... А, отличие такое. Существующие рендеры не показывают стрелочки и конечные. А, например, в городе Коломна, там почти все маршруты следуют по закольцовке. То есть один вот так вот по восьмерке идет, маршрут номер два. А четвертый идет в обратном направлении. Без стрелочек эта карта не имеет ни в пол смысла. Там ничего не поймешь. Таких картов много. Коломна, Видный, Подоиск. У нас есть. У нас же есть одна. Ну да, они есть в каждом городе. Четвертый. Трамвай четвертый, да, четвертый барабан. А, ну да. Это еще не так фатально, потому что они парные. Ну вот где этот, например, трамвай? Он по закольцовке идет в одну сторону. Какой еще? В Кунцево там где-то шестнадцатый, шестнадцатый, а в другой две пятьдесят пять. А, ну вот в Кунцево я не был. Говорят, что на уроке есть маршрут, который в течение суток имеет семнадцать разных вариантов движения. Правится, есть варианты. Вот так и ходить. Ну вот это непонятно. Например, да, текучая схема ВСМ она, конечно, некоторые маршруты не поддержит. Например, есть автобусный маршрут, который с одной стороны конечный, а с другой стороны они идут по закольцовке. Например, маршрут 289 в Москве. И у него нет такой основной конечной, то есть там можно ездить, у него по кругу. А на обычной бумажной карте у него обозначается конечная на одной из остановок. Это, вот если посмотреть на бумажный карте, то видит, что маршрут идет отсюда, отсюда, а тут, например, конечный не будет. И если быстро кинуть карту взгляну, то непонятно, куда он идет. Ну для этого есть хак такой грубый, когда в скобочках в остановке пишут конечный. У нас тут тоже есть такой троллейбус у дома, где кольцо одно есть, а дальше он берет и просто кольцом разворачивается. То есть он формально стоит, ждет там 3 минуты, но у него там нет конечных. Да, возможно, следует изобрести какой-нибудь роль для этого случая особого. А ты пробовал несколько видов транспорта на одной карте? Еще не пробовал. Планируешь? Ну, у меня такие планы, что я хочу именно заняться вводом данных, потому что, например, по Московской области маршрутов автобусов нету в ответном доступе. В общем, я хочу именно с данными поработать, а не с сложными алгоритмами. Потому что проблем с данными, данных не хватает. Вводить данные, которые хорошо ломаются, тем же потлачем. Ну, это, по крайней мере, более, все-таки более полезно, чем рисовать их у себя в графическом редакторе на компьютере. Там уже потлач, уже не особо пользуются, все-таки, благо. По-моему, еще у вас есть проблемы, просто вывести один маршрут. Ну, да, и есть такая проблема, там надо инструментов не хватать. Еще такое замечание по источнику, да, наверное, дознаешься сайт, в том числе название, какие маршруты, что их там делать. Ну, там все закопирачено. А гео-привязано там? Да, там гео-привязано, у них хотя бы есть подложка OSM. Они, видите, там вики-проект, типа вики-мапе, то есть там пользователи рисуют, говорят, вот у нас... Почему, если использовать, скажем, подложка OSM, независимо, а просто данные сами себе откуда взять и использовать твой скрипт? Опять же, возвращаясь к вопросу о поддержке разных источников. Ну, вот, в основном, здесь нет, потому что у них, по-моему, нет единого графа, а тут свисток в едином графе. Так, в каждой маршруте рисуют скакательные линии, а не зависит. Но если они там, отсюда описаны, да, и гео-привязаны остановки, нормально? Там гео-привязаны остановки и нарисование. Порядок, классный, да, что он сейчас следует. Ну, да. То есть, может, по сути дела, есть описание достаточное для того, чтобы описывать больше на карте. Ну, вот, ну, по-моему, не очень, потому что если из одного списка остановок... А там прокладывается автоматически, у меня между остановками... Ну, вот именно между остановками, из списка остановок точных маршрутов установить нельзя. Я бы пробовал. И регулярно возникают какие-то хитрые случаи, хитрые переулки, когда... Там было трамвай непонятно. В конце концов, улица с удлинными полосами в одной сторону для общественного транспорта. То есть, улица односторонняя, но для нее есть там отдельная полоса для общественного транспорта, которые выходят по обратной. Ну, да. На самом деле, рисовать только линии без остановок в Петерс проще. Тёмно, мы имеем шанс, это видимо, спечатано прямо в автобусах. Кстати, в автобусах в Петербурге Яндекс.Карты, распечатанные маркером, нарисован маршрут автобуса, в котором ты едешь. У нас такое повсеместно. Ну, да, в принципе, это можно печатать. Можно строить партизал. Конечно. Ну, с автобусом, конечно, никаких автобусом никакой, никаких выходов туда нет. Вот, я знаю, у меня знакомые печатали карты для двух трамвальных депо в городе Москвы. Ну, они, естественно, это рисовали всё в CorelDRAW с нуля. Для Бабского и Анкетовского. Они там до сих пор вещат. Ну, это всё делалось с нуля. Какие-то там хитрые, старости, мордальские. Я тут не в теме. Напомню, несколько другая задача. Там нужно вот по одной линии 10 маршрут, по 10 линий и разным цветом. Это автоматически сделать вам сложнее и интереснее. Ну, да. Это автоматически сделать сложно. Там именно задача дизайнера, именно человека. Потому что, конечно, вручную карту можно сделать более красивой, чем автоматом. Но автоматом её гораздо проще обновлять. Потому что каждую неделю происходит какие-то изменения. А, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ